А вот сидячий образ жизни, стресс и неправильное питание, все это приводит к целому набору профессиональных заболеваний, которые можно объединить в определении синдрома офисного работника. Как бороться с таким недугом, нам расскажет доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной терапии с курсом эндокринологии Тюменской государственной медакадемии Ирина Трошина и кандидат медицинских наук, заведующий хирургическим отделением многопрофильной клиники медакадемии Евгений Иванов. Доброе утро. Доброе утро. Итак, что же в себя включает понятие синдрома офисного работника и как с ним бороться? Офисный синдром – это такой комплекс понятия соединения симптомов, поражения различных органов и систем, которые развиваются вследствие нахождения в офисе, скажем так, в напряженном положении. Это может быть и нервно-психическая нагрузка, весь статус офиса и поражение различных систем организма. Вот это и есть офисный синдром, который может развиваться как у молодого человека, который более 8 часов находится в офисе. Это положение чаще всего связанное напряженное с работой с компьютером. Это, скажем так, нервно-психическое напряжение, одновременно которое не может вылиться в какое-то движение, а постоянно копится у человека. Это напряжение со стороны, скажем, глаз, это фиксированное положение с монитором, это, скажем так, позвоночник, это наши сосуды, это, в общем, пищеварительная система, скажем так. И избыток веса, скажем так, ожирение – это у нас эпидемия, сейчас не инфекционная эпидемия. Эпидемия во всем мире, да. Я думал, у нас черноват, боятся ожирения. Ожирение. Хорошо, а работники каких сфер деятельности наиболее, скажем так, подвержены вот этому синдрому, вот этим заболеваниям? Ну, вы знаете, если у нас, скажем, несколько лет назад, может быть, мы боялись, что работники физического труда, да, у них нагрузки на воздухе, физические нагрузки, да, это напряжение с организмом, то сейчас, скажем, специалисты различных стран как раз обеспокоены, в интернете очень много информации о проблемах, связанных с организмом, как раз в помещениях, где гипоксия, где нехватка физической активности. И это еще в большей степени поражает все различные органы и системы. Поэтому, пожалуй, ну, специалист любого профиля, он найдет вот этот офисный синдром своего решения. То есть можно ли сказать так, что офисные работники, ну, не знаю, может быть, даже мы с Ольгой болеем чаще, чем тот же землякоп, грубо говоря? Это смотря еще, как вы в своем офисе, да, проводите профилактические, вот, профилактические мероприятия, о чем мы и хотим сказать. Да, вот скажите. То есть можно профилактировать развитие уже целого синдрома или какого-то конкретного симптома, да, в связи с офисным. Давайте конкретно поговорим. Вот, например, боли в спине, сколиоз, остеохондроз, конечно же, это недуги людей, которые ведут сидячий образ жизни. Вот сейчас мы с вами сидим. Ну, во-первых, как нужно сидеть? Вот Евгений Владимирович, судя по всему, сидит правильно. Абсолютно. И спина у него прямая. Абсолютно. Давайте так. Начнем с эргономики рабочего места. Не секрет, что вот бухгалтеры, экономисты и так далее, они проводят по много часов, сидят за своим рабочим столом, глядя в монитор компьютера, и иной раз, там, 5-6 часов не встают из-за стола, не могут оторваться от срочной работы. Для этого, чтобы комфортно работать, чтобы не заработать себе никаких проблем, нужно удобно сидеть. Прежде всего. Спинка стула должна быть твердой, она не должна пружинить. Нужно сидеть глубоко на стуле до конца. То есть нужно облокотиться на стуле. В каком уровне? При взгляде прямо, когда взор параллельно идет к столу, то взгляд должен упираться в верхнюю кромку монитора. То есть ошибкой является, когда ставят на подставочку и начинают вот так вот смотреть куда-то вверх, идет сразу патологическая нагрузка на шейный отдел позвоночника, боли в шее и так далее. И с поворотом это еще хуже. Клавиатура должна быть на выдвижном столике, на выдвижной полочке. Нельзя постоянно держать руки на весу, как многие делают. Руки должны отдыхать. И работает только кисть. Кроме того, очень важно постоянно двигаться. Ну, это не значит, что... Ну, что это значит? Можно двигаться сидя, где же не отходят? Можно двигаться немножко сидя, шевелиться, не быть скованным. Но при этом еще важно периодически вставать из-за своего рабочего стола и делать несколько шагов по кабинету. Уже минимальная профилактика. Да. Для чего это нужно? Очень многие пациенты жалуются на тяжесть в ногах к концу рабочего дня. Когда мы смотрим на них, мы не видим никаких проблем. Вен варикозных нету. Ноги не опухают? Отеков серьезных нету. Вроде бы нормальные, красивые, здоровые ноги. Но они говорят, что каждый день после обеда возникает чувство тяжести, распирания в веках. Ноги становятся тяжелыми, как нариты свинцом. Это некомфортно. И вечером, когда переодевают обувь, а сапожки застегиваются чуть-чуть труднее. Хотя явного отека нет. Но ведь еще главное – нога через ногу не сидеть. Это не главное, но это важно. Сидеть ногу на ногу – это, безусловно, неполезно совершенно. Так вот, вот такое состояние ученые называли флебопатия. То есть это в переводе с греческого – заболевание вен. Но на самом деле это не является заболеванием вен, а это функциональное расстройство венозной системы. Объясню, почему оно возникает. Все вы когда-то проходили анатомию в школе, хотя бы чуть-чуть, хотя бы мимо. И помните, что есть артерии и есть вены. По артериям кровь притекает к органам и тканям, а по венам она оттекает обратно. Так вот, по венам нижней конечности, по венам ног, кровь течет снизу вверх против действия силы тяжести. Как это стало возможным? Это сложный механизм, который состоит из нескольких частей. И самая важная часть – это работа мышц голени во время ходьбы, а также работа стоп, то есть нагрузка на стопу. Поэтому, если человек весь день сидит, вот этот механизм у него практически выключается. В общем, надо периодически вставать. Надо периодически, каждый 30-40 минут вставать. Хотя бы сходить в закон. И просто вот в язык в угол пройтись. Правда ли существует такой синдром, синдром компьютерной мыши? Это выдумки или действительно есть такой? Выдумки. Есть такой, но он официально не называется так. Это, в общем, скорее журналистский ход. Это что, он себя представляет? Да. По научному это называется синдром карпального канала или туннельный синдром. Это раздражение срединного нерва, которое проходит вот в этой зоне. То есть постоянная работа мышкой. Опять фиксированное. Однообразное движение. Опять фиксированное положение, длительное опять фиксированное. Особенно в неудобном положении, когда рука вот находится... Может быть, стоит поменять форму мышки или что делать? Я думаю, здесь индивидуально. Во-первых, прежде всего высота. Как мы уже договорились, выдвижная полочка. То есть пониже должна быть. Да, пониже. То есть рука должна быть расслаблена полностью. Работает кисть. Удобной должна быть мышь. Сейчас масса вариантов эргономичных мышей продается. Вот нужно подобрать себе по кисти. Конечно, периодически нужно эту мышь бросать. Каким-то образом делать упражнения, двигать пальцами, расслабляться и так далее. А в советское время, я помню, были на предприятиях, да и в школах, я помню, были... Производственная гимнастика. Производственная гимнастика. Замечательные вещи. А по радио, когда передавали, начинаем производственную гимнастику и пошло-поехало. Как вы считаете, нужно возвращать это в жизнь? Мне кажется, это очень правильная была ситуация, поскольку, посмотрите, мы сейчас набираем просто вот офисные блоки, да, у нас весь город в офисных, просто многоэтажных зданиях. И целый день люди в основном преобладают офисные работники. И сидеть, сидеть. Какие упражнения делать? Это до вечера. Упражнения, ну, Евгений Владимирович уже сказал, даже встал из-за стола, даже прошел к окну, даже отвлек взгляд от монитора и посмотрел вдаль, это профилактика уже сухого глаза. Через какие промежутки работы нужно это делать? Отвлекаться, вставать? В идеале 30-40 минут. 30-40 минут, посидел, встал, пошел, проходил. Вот просто пройтись из угла в угол там, или зайти в соседний кабинет, там отнести какую-то бумажку важную или неважную. Пройтись по ступенькам, как хорошо для веры, да? И вернуться. А если устала спина, самое простое, в любом офисе, в любой конторе, везде есть стена, можно подойти к стенке, прижаться затылком, хвостом, пяточками и расправив лопаточки. Говорят, так даже мышцы в тонус приводятся. Да, 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 вот прижаться лопатками. И постоять так несколько минут. Вот 3-5 минут постоять, уже почувствуется, что спина как-то немножко по-другому себя чувствует. Спасибо вам огромное за эти ценные советы. Спасибо. Напоминаем. Да, мы будем следовать этим советам. Напоминаем о синдроме офисного работника, его профилактике. Мы говорили с профессором кафедры госпитальной терапии, с курсом эндокринологии Тюменской медакадемии Ириной Трошиной и заведующим хирургическим отделением многопрофильной клиники медакадемии Евгением Ивановым. Спасибо.